Чё происходит? Ха-ха-ха, какая-то дичь. Так, жалоба. Официальная претензия. Ну-ка, тебе поплят. Муа, конфеточка. Ха-ха-ха-ха. Подожди, стоп, стоп. Ой, эти журналисты и газеты. Ой, эти журналисты и газеты. Побольше, пожалуйста, красного соуса. Ха-ха-ха, даже так. Ой, ма-м-м. Мистика, наполненная мистикой, заправленная ещё больше мистика. Ха-ха-ха, о-хо-хо. О-хо-хо. Тонин, нет. Ложи тут огурец. Чем я занимался всю свою жизнь? О-о-у. И вроде бы на этом можно заканчивать, но, боюсь, не всё так просто. Но мы только начали. Пацаны и пацаны, всем добро, привет. Пересадка личности ТОП-СЕКРЕТ. Докадец-то мы дождались. Это случилось, это сбылось. Ха-ха-ха. Ждали, гадали, но знали, но знали. И вот наступило. Давай смотреть новый выпуск. Выпуск. Я уже всё, у меня аж настолько, знаете. Всё, всё, давай смотреть. Короче, реакция, ссылочка на оригинал внизу. С тебя пальчиком в антиком, спасибо большое всем, кто проставляет. Естественно, огромнейшие ребята, огромное вам спасибо и за прошлое, и за это, и вообще за всё. И комментарии пишите, чем больше, тем лучше. И подписывайся, естественно, организуйте с бубинцами. Скажу ещё раз, это повторяю каждый раз сейчас, есть телеграм-канал, ссылочка внизу, буду рад тебя там видеть, потому что, а непонятно, что с ютубом. Непонятно никому, ни тебе, ни мне. Всё, давай смотреть. Поехали. Хотя, подожди, я кое-что забыл. У меня тут вообще-то заготовлено, между прочим, ребята. Вообще, топ-сикрет не так часто выходит, да? Так что, давайте-ка это всё правильно сделаем, всё по уму. Как думаете, что? Сейчас узнаешь. Чё думали? Я что, шутки шучу, а? Я думали, шутки шучу? Подожди, сейчас. Погоди, 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 погоди. Ребята, это будет долго, это будет интересно, это будет великолепно. Так что, бутербродики свои. Детская, не волнуйся. Заваривайте. Поехали. При поддержке Мир Квестов. О, значит, локации, сразу можно сказать, локации будут бомбические. Вопрос, который волнует сегодня всех зрителей. Прошло уже больше пяти месяцев с момента казни серийного убийца Джона Бриджеса. 12-го числа будет полгода. Да, почти полгода жители Гринхилл могли спать спокойно. Но сейчас не могут. Давайте уже, наконец, признаем, что новые жертвы продолжают появляться, и на это нельзя закрывать глаза. Вы думаете, что это подражатель? Новые тела были найдены уже в мешках для тел. Это ведь уникальный почерк Бриджеса. А у нас есть варианты? Вау, никто еще так эпично кнопку на пульте не нажимал. Вот это прям на голову нам атмосферу-то, а, сразу. Как с ведра. Музыка напоминает что-то. Ну, где-то так похоже, что-то слышно. То ли из фильма, то ли из сериала. Кто я? Вопрос. Жутенько. Музыка нагоняет прям. Сейчас такой я фантомас. Что происходит? Ха-ха-ха. Какая-то дичь. А мы что, кино смотрим, да, ребят? А, точно. Кто по-бадушам? Такого я пока что не видел. Хе-хе. Хотел ли? Ну. Ой, прям хорошо. Слушайте, ну вот с каждым топ-секретом начало. Это просто... Мне кажется, через... Пять топ-секретов у нас будет полнометражный фильм. Хе-хе. На полтора часа. Потом двухчасовой. Потом режиссерская версия. Мистер Хант, вас обеспокоит доктор Норман из больницы Брэдфорд. Знакомый голос. Вы в который раз не появились на плановом осмотре. Все в порядке? Шиза у него, походу. Забыл предупредить. Боли в груди не беспокоят? Вы продолжаете принимать препараты? Поймите, очень важно не переставать принимать препараты, чтобы не произошло отторжение органа. Воу! Это не шутки, мистер Хант. Подумайте о себе и своей супруге. Не смею больше задерживать. Я понял, о чем будет этот топ-секрет. Только сейчас. Хе-хе. Я осознал. Кажется, мы... ...любили друг друга. Хе-хе-хе. Это что за перел... Я... Так, жалоба. Официальная претензия. Хе-хе. Что это такое? Что это такое? Это как будто там тизер какого-то фильма показали. Я не знаю. Знаете, начало сериала. Пилот вот буквально... Сколько? Три минуты. И такие... Ап! Хе-хе-хе. Ой, хорошо будет. Хорошо. Я чувствую. Ребят, ну я не знаю. Вы серьезно. Вы как бы... Я не знаю. Заварите уже бутербродики свои. Что-нибудь возьмите. Потому что это будет... Ну это будет не каратинично точно. Разоблачение. Ну я вроде угадал тему, мне кажется. То есть, типа вот эта история с тем, что когда после пересадки что-то начинаешь чувствовать там... Люди чувствуют другие воспоминания, еще чуть-чуть вот эта чушь. Хе-хе. Я поймал себя на мысли, что совершенно не важно, верите ли вы в мистику или являетесь... А, вот это что-то... А ему... Хе-хе-хе. Отлично. ...деным скептиком. Ведь всего один заданный вопрос делает так, чтобы мы все были... А можно такой же мерч купить где-нибудь? В одной лотке. Вопрос обычный, но такой волнующий. Есть ли жизнь... После смерти? Интересно, не так ли? Что же нас всех ждет по ту сторону? И эта неизвестность на самом деле пугает. Ведь мы не знаем. Никто не знает. А люди, которые заявляют, что знают на самом деле, очень сильно обманывают себя и окружающих. Ну, только если это не экстрасенсы, конечно же, они-то точно знают. Неизвестно даже, к чему придут ученые и придут ли вообще. У всего этого есть рациональный ответ. Или же мы наконец-то столкнулись с чем-то потуссторонним. Наконец-то. Столько ждали. Бля, что творит? Не отвади глаз, не отвади глаз. Смотри в камеру. Не отвади глаз. Ровно. Смотрим в камеру. Смотрим в камеру. Бесполезный ты кусок говна. Могу сказать. Ну, раз даже дедовский способ не помог, то придется разбираться самому. На самом деле, жизнь после смерти это очень обширная тема, которая связывает науку и эзотерику в нечто единое. И, скорее всего, это достойно целого цикла роликов. Но сегодня пристегивайте ремни. Нас ждет что-то очень... Пристегнул. И поверьте, простым мракобесием тут и не пахнет. Все куда сложнее и интереснее. Но мракобесие есть, да? Когда-нибудь задумывались, как формируются наши мысли? Где хранятся воспоминания? В конце концов, куда все это денется после смерти? Когда вы засыпаете, вы просыпаетесь. Закрыли глаза и открыли через мгновение. Но я, как большинство людей, в замешательстве. Как можно заснуть и не проснуться? Когда исчезнет личность? Что с ней станет? Да, в общем-то и в целом-то, наверное, ничего. Просто исчезнет. Ну, это, знаете, пойти подумать. Что было до того, как ты родился? Ты помнишь, что было? Да не было ничего абсолютно. В принципе, та же логика, наверное. Нет, как ее и не было до нашего рождения. Предсказываю видосы на 5 секунд вперед. Теперь вам даже 2. Или на 1 секунду. Как можно не существовать? Не понимаю, хоть и убейте. Ну-ка, типа... Не надо, я пока не готов. Не буквально, да, не надо. Сегодня мы поднимем очень важный вопрос. Умирают ли ваши воспоминания после смерти? И как все это связано с трансплантацией? Интересно. Интересно. Типа можно ли взять и пересадить мозг? Ой, смотри, в баночке маленький... Голова топа в банке. Ребята, смотри. Это топа в 2157 году. Вот так вот будет вести топ-сикрет в бейс-банке. Пересадка личности. Блин, как классно сделано. Круто. Круто, круто, круто. Прямо сейчас десятки тысяч людей по всему миру находятся в листах ожидания новых органов. Футураму напомнило, блин. Я просто ее что-то пересматривать недавно начал. И вот эти вот головы в банке из Футурамы. Раньше эти люди были обречены. Но теперь у них есть шанс. А все из-за потрясающего научного достижения, которое может спасти жизнь. Трансплантация. Это сложнейшие операции. И их на самом деле проводят сравнительно не так много из-за небольшого количества доноров. Самое, на самом деле, наверное, такое впечатляющее, это вот когда... Ну сейчас же есть какие-то, я не знаю, видел новости. Честно, не углублялся в эту историю. Но видел, что какие-то органы, возможно, даже уже делают, а может быть, можно будет делать в будущем. Ну, искусственно воссоздавать и их трансплантировать. Вот это вообще просто взрывает мозг. Логично, что ожидающим людям хочется выяснить побольше, что их ждет и как все пройдет. Ну да. А из доступной литературы, сложные научные публикации и рассказы тех, кто уже это прошел. Все очевидно обрастало слухами. И появилось вот это. Байка какая-то. С каждым годом операции... О, наш старый добрый знаковый Хрензберг. Ими изменено. Да, что ты мне говоришь? Ну вот типа... Почти пережил пересадку мозга. Проводилось все больше. Почти. И с каждым годом появлялось все больше сообщений от рецепентов. Ага. Кто не чувствует нечто. Да, да. Странно. Ну я понял. Да, я про это подумал. Их личность как будто менялась. Появлялись новые увлечения, привычки и даже воспоминания. Мое предположение сразу, что мозг играется с нами. И люди, которым что-то пересадили, они никак не могут свыкнуться. Вот мозг как бы такой, тебе что-то пересадили чужое. Наверное, ты теперь как бы немножечко имеешь от той личности. И что-то вот это вот начинается. Вот это вот какая-то веселуха и туса в голове. Которых у них не могло быть. Это все списывали на совпадение, пока ученые не начали исследовать этот феномен. Сразу видно мной серьезные люди. Много колбочек, вот это вот как бы такие микстурочки какие-то, да? И не выяснили, что эти привычки и воспоминания принадлежат донору. Научные исследования, рассказывающие об этом. Книги, написанные людьми, пережившими операцию. Все это неизбежно отразилось на популярной бутылке. Клеточная память. Так это называют. Концепция заключается в том, что память хранится не в разных отделах мозга, как предполагалось раньше, а находится в молекулах РНК, что означает пересадить... Рибонуклеиновая кислота, ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, если не ошибаешь, да? Да? Нет? Угадал? Не угадал? Не угадал? Не, Аня... Ладно. Это воспоминание возможно, как в Киберпанке. И даже не важно, что это будет за орган. Исследование также показало, что рецепенты не хотели бы получить его от убийцы или любого преступника. Так как уверены, что они вместе с новым органом получат то, что изменит их не в лучшую сторону. Что странно, на самом деле. Делать пересадку, которая спасет там жизнь, потому что боятся потерять личность. Личность. Ой, этот хрен, Сберг, господи, боже мой, нагнетатель 75 уровня. Да, ну и дела. Разумеется, я все это услышав, как оголтелый побежал проверять эту хрень и, как бы вам сказать-то, нашел всему этому научное подтверждение. Вот невероятно, что правда смешалась с догадками и все превратилось в городскую легенду. Подумал я и начал разбираться глубже. И сегодня, досмотрев этот ролик, вы сами примите решение. Неожиданное. Весь, вполне вероятно, вывод вас удивит. Мы разделим повествование по главам, чтобы углубиться в каждую часть по отдельности. А начнем мы, как всегда, с истории. Поехали. Глава. Первая, видимо, да? С чего все началось? Ой, графика прям классная. А еще я просто напомню, напомню, что в конце каждого топ-секрета происходит что-то просто безбашенное. Так что... Зачастую клеточную память ассоциируют с пересадкой сердца. Но если такие операции начались относительно недавно, в 60-х, то история клеточной памяти началась задолго до этого. Клеточная память. Очень задолго. Назвали что? Вы слышали, что древние племена практиковали каннибализм. Также вы наверняка слышали, что они могли, допустим, съесть сердце своего врага, чтобы забрать силу. Силу. Да, да. Так называемый экзоканнибализм. Был дело, ребята, в старые добрые времена. Поедание тела человека вне своей социальной группы. Где жутко? Человек из другого племени. Ну как жутко? Для нас жутко, для ребят, которые жрут сердца не особо, типа нормально. Что? И хоть такое действительно практиковали, но сейчас это связывает скорее с максимальным доминированием над противником. Хотя никто не исключает, что они могли это делать, потому что верили, что получают их силу. Сейчас это сложно проверить. Я думаю, частично и то, и другое. В любом случае, это отразилось на популярной культуре в виде фильмов или, допустим, видеоигр, где поглощая противника, ты получаешь разные способности. Да, кстати, есть такие. Непалы едят сердца, чтобы завладеть душем. Есть верование, что если съесть сердце врага, то не только завладеешь его силой, его п***ю, но также его душу. Его силы исходят от душ побежденных воинов. Вай, старый, добрый мартуальник, боже, прям ностальгия. Он ест легкие, чтобы дышать. То, что он съест, появляется у него. Антинаучная глупость, скажите вы. Кто в современном мире вообще в это поверит? Я согласен. Брат, тара-та-тан-тан, ко-о-о, тара-та-тан-тан, беси-е, па-па-па-пам-пам. А что, если приправить это научным соусом? Как я вам уже говорил, вы можете не верить в откровенную дичь, но если же она будет высказана другими людьми под другим углом, то вы еще как поверите. Ну, смотря, что засунулся. Закрой, да, там так и было, нормально все. Ничего страшного. Ничего страшного, отойди там, не трогай. Много вперед, оставив мистику и ритуалы позади. Литература и кинематограф. Среди вас многие любят хорроры, как и я. Мы все фильмы... Я знаю, вот вы вообще любите. Особенно вам нравится, когда я смотрю что-нибудь такое жутенькое, страшное, этот вот, скажешь с ума. Ужасов называем хоррорами. Даже не задумываешься. Кстати, насчет этого, я же, ребят, еще месяц назад, по-моему, люди не знают, полтора месяца назад, я уже во времени потерялся, посмотрел тоже большой выпуск утопы про страх. Я все еще до него не дошел, очень интересный, прям вообще, я не знаю. Я надеюсь, что вот после этого, наверное, после этого выпуска и после, наверное, еще влога, что самое важное, влог же тоже, я надеюсь, будет, да, там какой-нибудь большой, потому что в прошлый раз не было влога, а мы ждем, а мы знаем, мы ждем влог вообще-то. Вот, и после влога, я думаю, что надо как раз добраться до того выпуска про страх, и он прям вообще, муа, конфеточка. У них, оказывается, есть подвиды. Вот, например, фильмы ужасов, где показывают какую-то трансформацию тела, аугментацию, какие-то мутации, пересадки, и все в таком духе называют боди-хорроры. Одним из первых представителей этого жанра принято считать написанный в 1818 году роман «Франкенштейн», потом к этому присоединился Герберт Уэллс, Конан Дойль и другие именитые писатели. Но сегодня нас интересует более поздний боди-хоррор, написанный Марисом Ренаром в 1920 году. Руки Орлока. Фантастический роман о пианисте, который потерял свои руки, но врач-трансплантолог пересаживает ему руки от убийцы, и у пианиста возникает желание улыбать. У этого романа как минимум четыре экранизации по мотивам, и, разумеется, интересная идея о том, что у тела существует память, и эту память можно подсадить. Вот эти вот эффекты, которые, знаете, сейчас он показывает в старом фильме, как у него там руки что-то поменялись, все что-то, это все на таком холхозном уровне делалось тогда. Это просто вот отдельная тема интересная, посмотреть, как тогда выкручивались, ну вот всяких, без спецэффектов, без компьютеров, без всего вот этого. Как придумывали, чтобы вот это все сделать, реализовать в фильме какие-то эффекты, какие-то переходы. Это прям очень интересно. Кому у вас оставил след в дальнейшем кинематографе и умах людей. Все это вкупе пропагандирует идею о том, что клетки... Ну, холхозно в хорошем, естественно, смысле. ...кровь, само тело может хранить воспоминания, и мозг в этом не участвует. Занятное мракобесие, скажите вы. Я бы с вами согласился. Но? Раньше. В этом исследовании 34% опрошенных рецепиентов верили, что могли бы получить сердцем новые качества от донора. В этом 6% заявили о явном изменении личности после операции. А в этом приводятся параллели между донором и рецепиентом. И что самое удивительное... Совпадают... ...ривычки действительно пересекаются. Удивительно это потому, что рецепентам запрещено выдавать что-либо от донора. Ну, конечно, да. Они просто не могли этого знать. Это конфиденциально. Так что, если вы думали, что это какая-то шутка, исследования с вами не согласятся. Сейчас мы поймем, что это исследование. Вернемся. Но для начала, так сказать, для разогрева, предлагаю обсудить несколько случаев, упомянутых тут. И у меня к ним большие вопросики. Эффект трясущейся камеры? Или это не эффект? Просто трясущиеся руки? В 2006 году газета Daily Mail сообщает, что 63-летний Уильям Шеридан был серьезно болен и нуждался... Лех просто, или Сен, или кто-то. Грик, не выспались просто. У них руки немножко тряслись в этот момент. ...в новом сердце. Пока он ждал подходящего донора, проходил арт-терапию. И его первые попытки рисовать были похожи на потуги ребенка. Ну, или меня, если бы я хотел что-то подобное нарисовать. Ну, в принципе, да, я тоже на таком уровне художник, наверное. Но не суть. Главное, что после пересадки его художественные способности выросли в разы. Это даже... Это что такое? Все сводится к тому, что донор был способным художником. Ну, не... Папа. Звучит не супернаучно как-то. Нихуй. Я тоже приятно удивлен. Какая красивая картина. Может, это вообще не его картина? Жаль только, что ее написал... Вообще-то... Художник на имя, которое начинается на Б? Не Уильям Шеридан. Хотя, согласитесь, такой поворот событий было бы сложно объяснить. На самом деле, в газете была показана другая картина. А. Оу. Ха-ха-ха-ха. Даже лучше. Обожаю его. Не, ну... Подожди. Стоп. Стоп. По сравнению с предыдущей... С предыдущей... Видно, что скилл повысился. Как бы, знаете что? Вообще-то разница есть. Шутки с шутками. А разница есть. Хаус. И, тем не менее, прогресс действительно... Какой-никакой. Ну, вообще-то да, есть. Жаль только, что газеты забывают... Особенно птицы мне нравятся. Почти идеально. ...что от нечего делать человек все время практиковался. И не сказать, что это огромный прыжок в качестве. А донором, кстати, был обычный бизнесмен, а не художник. По словам его мамы, он просто любил... Ой, эти журналисты газеты. Ой, эти журналисты газеты. ...рисовать. Хотя даже рисунка, в пример, не приводится. Как по мне, это просто поиск связи там, где ее нет. Хадись. Но следующий случай уже интереснее и более доказан. О, кто, кто. Более доказан это, видишь, в другой газете написано. Это, наверное, самый популярный кейс из всех, которые сегодня будут. Профессиональная танцовщица Клэр Сильвия умирала от болезни, которая называется первичная легочная гипертензия. Такого даже врагу не пожелаешь на самом деле. Ей необходима была пересадка сразу и сердца, и легких. Жесть. Казалось бы, пиши пропало. Где найти сразу и то, и то? Доноров и так немного. Но случается чудо. Правда, только для нее. Не так далеко 18-летний парень разбился на мотоцикле, и скоро нужные органы будут доставлены в больницу. Операция, к счастью, прошла успешно. Но после нее началось нечто странное. Надеюсь, вы готовы. Что, она мотоцикл себе купила? В своей книге-бестселлере она вспоминает о том, что было много репортеров после операции. И на вопрос, что бы вы сейчас хотели, она ответила, что хотела бы пива. Пиво, Карл. Все очень удивились. Чего, блядь? И она тоже, ведь не выпивала, а тут вдруг и захотела. И в тот же вечер она подумала, а что если донор тоже любил пиво? А что если сердце содержало в себе набор его качеств? Ну и абсурд. Доктор. Блин, я подумал, он сейчас скажет, бля, прокатиться бы на мотоцикле, вот это было бы интересно. А пиво? Какой отличный донер. Донер хороший. Побольше, пожалуйста, красного соуса. Съем кусочка. Можно пиво? Мы за белка, за безалкогольное. У него тоже она безалкогольное. Безалкогольное. Но это не я испортил такую историю пивом. Но, да ладно, это было только начало. У нее появились другие привычки и качество от донора. Подожди, может мотоцикл все-таки будет? Повторюсь, рецепентам ничего не говорят о доноре. Вообще. Как тогда такое может быть? После прочтения всех материалов у меня начали возникать вопрос. Клэр недоусмысленно дает понять, что изначально знала, что это был 18-летний парень, который разбился на мотоцикле. А, ну вот там написано, что она услышала от медсестры, да. Я не знаю как и почему ей рассказали, но это факт. Я думаю, что медсестры, может, между собой переговаривались, она просто услышала что-то такое. Далее происходит еще более мистическая мистика. Ей снится парень. Мистика, наполненная мистикой, заправленная еще больше мистикой. А сверху полито соусом из мистики. Она имеет Тим, и она понимает, что это и есть тот самый донор. Ага. И забегая вперед, скажу, что его и правда звали Тим Ламерант. О, тут фамилия. Крипово, не так ли? Ну, давайте представим. Что можно сделать, если тебе... Просто заранее понимаешь, что сейчас кажется на самом деле какой-то бред. Отказываются сообщать любую информацию о доноре, но ты очень хочешь отблагодарить его семью. И почему-то тебе зачем-то проболтались о том, что это 18-летний парень, разбившийся на мотоцикле. Нет ничего проще, чем открыть некролог дня твоей операции и посмотреть. Ну, типа того, конечно. Вуаля. У нас есть имя. Потрясающе. Теперь можно сообщить, что оно тебе приснилось. Разве нет? Ведь некролог был с самого начала. Так я даже уверен... А может быть там медсестры даже имя назвали? Может, она даже ничего не искала? Все со сном и всякая пранормальщина появилась намного позже. Смекаете? По крайней мере, в газетах эта версия появилась через 5 лет после операции. Почему не сразу? Не хотела придавать огласки? Тогда почему после этого она написала книгу и по этой книге сняли фильм? Даже так? Это прям... Это, знаете, как шутка звучит какая-то. Что она написала книгу, а потом сняли фильм. Допустим, вы получаете сигналы. Как будто он еще жив. Это реально звучит, как шутка какая-то, блядь. Как будто реально вот ты взял и пошутил насчет того, что ей она вот так вот какой-то выдала чертовщину. Потом по этой чертовщине написала книгу. Это еще такой банальный путь, знаете, вот этого вот мракобесия. Все какую-то хрен придумают. Потом они обязательно должны написать книгу, блядь. И в идеале ее должны экранизировать. А еще в идеале потом сериалы Netflix должен снять. Жив. Как будто импульсы из вашего нового сердца. Это называют клеточной памятью. О, непонятно, не ясно. Когда вы наследуете аспекты личности вашего донора и даже его душу. А, душу тоже? Душа тоже в предачу, что ли? Подожди, я не понял. А душа же она разве куда-то должна улететь? Она не улетает, что ли? Она прям частично остается жестко. Я не нашел в ее первых интервью и слово об этом. Ощущение, что все это было придумано разом и для написания книги. Ладно, это мы, допустим, смогли объяснить. Ну да. Ну как насчет того, что ей внезапно начали нравиться сникерсы, зеленый перец и жареная курица из забегаловки. И когда они встретились с родными этого парня, они сказали, что он тоже это ел. Вау, только они на планете Земля вдвоем это ели и любили. Это нельзя скинуть на совпадение или найденную информацию. Это нечто большее. Именно. Не секрет, что операции по пересадке очень серьезные. Организм не очень-то хочет принимать орган, который ему не принадлежит. Поэтому рецепментам выписывают иммуносупрессивные препараты, которые они могут принимать даже до конца жизни. Они угнетают иммунную систему, чтобы... Я бы, честно, списал на совпадение. То есть для меня это вообще не какая-то супер впечатляющая мистика. Что им нравилось одно и то же. ...отвратить отторжение нового органа. И что самое неприятное, у них дофига изученных побочек. Возьмем, в пример, один из самых популярных препаратов, преднизолон. Ну, видимо, у этого есть объяснение. ...настроение. Очень интересно. Стимулирует аппетит, от чего происходит быстрый набор веса. Вы просто едите, как ни в себя, все подряд. Поэтому новые вкусовые предпочтения легко объяснить. И они, правда, могут совпасть с тем, что ел донор. Я вот люблю макароны с сыром, бургер с говядиной и роллы Филадельфия. Все сразу. Ставь лайк, если наши вкусы совпадают. Вот так вот, все в одну. Потом в блендер. И выпить. Мерзость какая. Приятного аппетита. Далее из побочек. Серьезная дерьмость. Как вариант, был веселый, а стал подавленным. Вполне себе изменение. И мое любимое. Изменение. В личности? В личности. еще раз это самые распространенные по бочке самого популярного препарата и это объяснило вообще все ну а если нет а если вдруг четко клеточная память продолжай давай я стараюсь аккуратно подходить к этой теме и ни в коем случае не утверждаю что у клэр в жизни ничего не поменялось и она все придумала наоборот при такой операции перемены неизбежны это в прямом смысле вторая жизнь второй шанс в конце концов люди начинают делать то что не сделали бы до операции из-за проблем со здоровьем их могут менять препараты а из-за магического мышления они совпадение воспринимают как что-то сверхъестественное особенно если мы имеем дело с таким эффектным органом как сердце многие говорят что они стали умнее лучше запоминают здоровье стало лучше и связывают это с качествами донора очевидно что здоровье станет лучше с нормальным то сердцем не так очевидно насчет лучшей памяти но есть данные доказывающие что при пересадке сердца память действительно становилась лучше это связывает с плохим кровотоком из-за старого сердца мне понравилось как в одном исследовании это привязали к психологическому эссенциализму это что-то вроде философии предполагающие что у всего вокруг есть своя сущность своя идентичность свой смысл которому не в силах даже уловить вот такая вот уловка человеческого мышления если сердце одного человека имеет нечто больше чем ткань и кровь то это нечто передастся и другому человеку и вроде бы на этом можно заканчивать но боюсь не все так просто но мы только начали должна же быть причина по которой эти случаи распространялись настоящими учеными может скептики просто не поняли их посыла клеточная память глава 2 видимо да самыми главными распространителями научной информации об этом является нейропсихолог пол пирсел и доктор психологии такие не счастливые на фотографиях просто боже радостно даже видите эти лица счастливы прям душа за них радуется посмотри какие они радостные про число счастливые люди так выглядит да сари на старости прям такой счастливый с книжкой своей сидит что-то у бассейна солнышко светит погода хорошая тут вы можете видеть их заслуги и научные труды в их авторитете сложно усомниться а поэтому их исследования приводится как доказательство у них есть даже совместные в которых можно прочитать о тех случаях которые коллабы а пол пирсел даже книгу выпустил об этом где утверждается что клеточная память при пересадке не выдумка расскажу вам последний описанный случай который поразил меня больше всего и этот случай вызвал большой резонанс чтобы не быть голословным давайте посмотрим вырезку с канала наука так и называется в одном деле участвуют две маленькие девочки восьмилетняя девочка получает сердце десятилетней жертвы убит после операции по пересадке сердца этой молодой девушки стали сниться сны и в этих снах она видела как другую девушку и детали насчет убийства были настолько тот дед ты чё ты кино посмотрел да недавно какой то ли что что были переданы в полицию эта информация помогла поймать и привлечь его к ответственности как объяснить что девочка знала подробности убийства которых никто не знал если только она каким-то образом не взяла эту информацию из органа внутри нее если честно когда я это услышал у меня так близко смотреть не надо можно зрение попортить похоже побежали неужели такое бывает это же что-то за гранью это сломало все наши представления о памяти и где она находится если бы конечно все это было правдой на самом деле это было сказано кем-то без имен и доказательств и добавлено в исследовании если бы это было правдой то об этом бы знал хоть колон например полиция жутенько было такой информации даже в газетах не каждый случай это просто набор слов который невозможно проверить это просто знаете случайно так получилось что-то опять лёха или кто-нибудь еще проходил оставь нормально вышло а что это вообще за ученый и почему им не знаю тот самый потому что их по телику показывают видимо и шварц только на академия а у ой там внизу написано академия спиритуальных что-то каких-то вот все увидев это сразу понятно серьезный человек конечно же этом видео он читает лекцию на собрании научных спиритуалистов назовем это так и рассказывает что они научный спиритуалист научный спиритуалист научный спиритуалист разрабатывают телефон или приложение для общения с потусторонним очень надеюсь они не собираются изобретать еще одну помойку со сломанным радио я говорю здесь есть у меня что а это чудакой а мы не смотрели этот выпуск ребята я не смотрел его а я его не смотрел ведь посмотрим пальчики здесь наставить показываете интересно дело в том что гэри шварц может имела хорошие научные труды но в какой-то момент столкнулся с паранормальным как он считает и посвятил жизнь исследованию потустороннего там не возникает вопрос а что есть более вот люди которые посвящают конечно жизнь потустороннему вот этому всему спиритуализму еще чему-то но они конечно всю жизнь этому посвятят и в конце жизни они не разубедятся но представьте как жестко было бы если бы они вот такие всю жизнь этого посвятили а в конце такие поняли что типа чего вообще чему жизнь посвящен что это было вообще чем я занимался всю свою жизнь но такая думаю с такими людьми такой не прокатывает такое не происходит то есть они прямо сам до самого конца верят в этого все но просто представьте на секунду как это было бы жестко существует загробная жизнь там дается точный ответ да да . отстань . чего взял откуда знает его лобили на неточности и предвзятости в исследованиях все делалось в угоду доказательства существования загробной жизни на земле существует множество языков но ты выбрал язык фейков шварц а ты тупо язык фактов видимо не выглядит как авторитет без видимо не так и доктор пол пирсел поддерживал идеи шварца и написал множество популярных книг бестселлеров вопросики закрались после того как зайдя на его сайт блин как вот люди конечно книгу за книгами столько книг пишут книгописцы удалось выяснить что добрую половину из них он сам себе придумал есть даже награда на которой он претендует но также на нее претендует и другой ученый вообще из другой области увеличил давайте почитаем его книгу называется творить чудеса мы окружены энергетическими полями которые определяют наше развитие научный принцип вибрационной энергии доказывает что наши села даже когда они повреждены или больны являются прекрасными сосудами для временной локальной организации энергии нашего духа вообще на самом деле в эти моменты нужно свою ауру повышать ну то есть на самом деле эту энергию до окружающей тебя твою душу ну назовем душой в научном смысле назовем это ауральной позиции вот это вот аура которая ауральную позицию окружает если ты у тебя что-то болит вдруг да это все нужно конечно же усилять усилять потому что если вдруг так произойдет что в этой ауральным ауральной позиции и в ауре твоей какая-нибудь брешь появится и велика вероятность что какая-нибудь другая сущность из другой ауральной позиции и ауры может вмешаться в твою ауру и ауральную позицию и таким образом внеся вибрации дополнительные в твой источник ауры говоря не научным языком это все было с научным языком тебя все лица демон дьявол в тебе понятно вот так если болеет усиливая ауральную позицию этот пример так же звучит главное бред нести до добавляя вот этих вот слов которые вообще не к месту вибрации какие-то что-то еще пишите гошу научно звучало научно звучать вся книга вы просто креативные люди я чё могу сказать писать столько книг столько страниц на таком языке жизнь чудеса случаются когда мы освобождаемся от идеи что мы это наши тела будьте связаны с энергией любви и вокруг вас я не понял очень интересно наука а теперь вернемся к его книге про трансплантацию исследователи обнаружили что вода как и все в космосе содержит воспринимает и посылает тонкую энергию вибрации и обладает собственной формой жидкой памяти жидкая даже простые вещи что я тебя память жидкость вам можно зарядить а затем они запомнят точную информационную энергию то безусловно клетки человека могут делать то же самое безусловно ссылается на память воды и космоса и сравнивает это с клетками в человеческом теле и все схавали потому что не умеют читать аура немножко высвободил что газированные очень ребят между строк да и вообще видимо его книги не открывали вдвойне забавно что поддерживали их в этом разве что духовные целители и научные журналы альтернативной медицины скажу на самом деле ученые не являются образцами рациональности объективности и непредубежденности и такие вот кадры вообще не новость и теперь вопрос на миллион если учесть что случай никак нельзя доказать или проверить а главные ученые могут продвигать свою точку зрения то какой вывод мы сделаем и говорим ой опять чем там ответил в исследованиях 959 года макон стремился продемонстрировать воспоминания могут храниться в клетках не мозга эксперимент по ониболизму это таким образом я себя высвободил от цензурирование еще одного слова на самом деле 3 сказал ранее не играет никакой роли в общем феномене клеточный поля какой красивый кадр вот это красный свет но вы знаете а хочу красный свет хочу красный свет а пусть будет так я чё нет ведь он как бы вам сказать возможно существует бум-бум-бум вообще популяризировал клеточную память и рнк память достаточно спорный биолог джеймс макконнелл еще в пятидесятых он взял плоских червей планарий которые как я вам уже рассказывал могут регенерировать себя полностью прикольно если их измельчили на много кусочков из каждого куска вырастает новая особь и ставим одними множество экспериментов например бил током когда симбиот от чего у них вырабатывался рефлекс как будто их бьют током при включении света даже если разряда не было но дальше было еще отвратительнее после того как он их обучил разрезал планарий надвое ждал пока вырастет новый червь и проводил те же экспериментов суть в том что новые особи обучались быстрее как будто у них остался в памяти тот рефлекс до разделения его это очень сильно удивило но он не остановился он заново обучал червей потом кромсал их на медведь черви и скармливал их тем червям кто еще не обучались этой с тобой все нормально мужик если честно звучит как будто фильм ужасов про врача психопата и не такие эксперименты проводились в общем после каннибализма не обученные черви обучались быстрее это означало только одно все что мы знали о памяти это означало только с одно да что у этого врача беды с башкой были вот что это означало в целом до этого момента не истина в последней инстанции возможно древние народы не заблуждались на этот счет эксперимент стал популярен вызвал массу одобрения и укоренил назвали о том что существует клеточная память и даже до сих пор на это ссылаются некоторые черви могут постепенно научиться проходить лабиринт если этих червей умертвить и скормить их другой партии червей то те вторые проходят лабиринт это же пейдж из этих самых из очарованных вроде да сейчас немножко олдскул ребята своему кому-то исследование не могли воспроизвести кто-то пробовал на тех же планариях мышах рыбах у кого-то получалось но большин 6 просто жесть ученым чуть бы шеи заставляли жрать мышей какая жесть лучи нет они воспроизводимость эксперимента в науке чуть ли не равно тому что это просто ошибка или фейк сейчас все сводится к тому что эксперимент был неправильно поставлен и вообще черви могли идти по оставленному собой следу хрен разберет вообще как и что он там экспериментировал по итогу плохая репутация ученого и невоспроизводимый эксперимент сделали так что клеточную память официально считают лженаукой да все что я вам сказал до этого считают лженаукой представьте несмотря на то что многие ученые это поддерживают даже несмотря на то что в 2012 году все-таки смогли повторить его эксперимент с червями с разрезанием они хорошо училась в этот раз все происходило без участия человека чтобы случайно ничего не изменить нас просят интерпретировать сами даже несмотря на то что 2018 ну сами додумайте там результаты мы в принципе дело сделали результаты и выводы сами сами году у других ученых получилось подсадить память от улитки улитки благодаря инъекции рнк потому что что вопрос воспроизводимости и этих одиночных исследований если говорить коротко то науки в данный момент неизвестен механизм при котором была бы возможно передача памяти кто знает что будет в будущем ну если на за если научиться пересаживать в компьютер тебя виртуального тебя делать прям полностью личность то тогда уже нам проще будет пересаживать переносить скажем так воспоминания лично все что вот личность личность это и воспоминания и какие-то свойства то жесть как раз но один вопрос уже не дает покоя если речь про то что рнк молекулы могут содержать память то почему это связывает только с пересадкой они допустим переливанием крови ну да который происходит совсем в других масштабах по всему миру и никто чуть не сообщает об изменениях личности странно странно у человека который необычно необычно сердце свиньи возникало мысли поваляться в гав например и может а может и возникал он просто никому не говорил эти приличие рнк есть во всех живых организмах в том числе и растениях съешь цветочек не ешь цветочек короче положи этот огурец ложь ну все ща позелений огурец дает прохладу влажность и скорее всего с все с огурца началось огурцом и закончится скептический взгляд нам подсказывает что сегодняшних историях может оказаться главной сама операция а не трансплантат мне кажется что именно магическое мышление заставлять людей магическое мышление такому серьезному мне нравится это выражение магическое мышление событие как пересадка органа то что такие операции демонизирует когда их и так немного из-за дефицита только усугубляет ситуацию люди и без того переживают боятся конечно лишний раз совершенно ни к чему но теперь задумайтесь на секунду а что если в 2 старый фильм с глазом помните из японской версии по-моему и американский ремейк где вам девушки глаз пересадили ли глаза пересадили она начала видеть какие-то какой-то решим наука сможет доказать перенос памяти на червях или улитках и критики были неправы вряд ли конечно это может передаваться через еду как в невоспроизводимом эксперименте с плоскими червями иначе ну сейчас был флэшбэках с полей теплиц а вдруг работают другие методы будет ли это работать и с людьми может ли оказаться что новая память при пилом не пробовать старый добрый этот рецепт и эксперимент с огурцом помните да вот тут старые истории с огурцом на поле там не надо это правда сможем ли мы передать друг друга эти воспоминания вас подозревают в измене показал воспоминания увидел что-то что не может доказать например нло показал воспоминания это было бы удобно но проблема в том что человек увидит еще и то что ему не следовало видеть а это уже будет сюжет для серии черного зеркала и да да а сможем ли мы передать именно то что хотим ты к черному зеркалу любом есть как раз серии про воспоминания причем достаточно жесткая и жуткая звучит нереально но ведь раньше люди даже представить не могли технологии которые мы имеем сейчас да это правда кто знает ссылка балл невозможно в любой момент наше понимание мира и сменится хотелось бы верить но верится с трудом спасибо за просмотр не он тоже на самом деле изменится она уже меняется если следить за всем что происходит в науке именно в плане технологии в плане вот этого всего есть есть много впечатляющих вещей очень много впечатляющих вещей да тоже я не знаю да господи нейросети возьми просто ей разве это не впечатляет само по себе просто что делают и что вытворяют эти нейросети что лет 5 назад 10 лет назад казалось какой-то дичью просто где рисуют ребята рисуют картины люди уже не нужны художники ну как бы условно конечно не нужны конечно нужны и все это понятно но просто посмотрите на то что творят нейросети это уже но это уже для человека который знает что было там 10-5 лет назад как это как выглядел мир без нейросетей как выглядит сейчас уже это типа такой чё а это все она не стоит на месте каждый день с бешеной скоростью развивается но я это к чему сейчас самая важная часть ребята top secret да ведь правильно ведь я понимаю что у нас сейчас ждет я рано запустил да ладно я понял подожди что что а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Bye!